здравствуйте мои дорогие с вами Женя и вы на канале счастье в нас самих на котором мы с вами общаемся делаем нашу жизнь лучше стремимся к более счастливой жизни общаемся ну и я делаю для вас расклады чтобы отвечать на ваши вопросы которые могут возникнуть ведь посмотрев расклад вы задав вопрос вы всегда можете получить на него ответ в зависимости от темы расклада ну и сегодня я сделаю для вас расклад события нового месяца этот расклад будет актуален в тот момент когда вы его будете смотреть и вы исходя из того когда вы его смотрите вы будете рассматривать это эти советы на ближайший месяц сегодня будет три колоды таро снов вот в котором есть дворцы и дерево жизни очень интересная колода информативная таро арканум одна из моих любимых и таро волшебников тоже она очень легкая она очень информативная поэтому выбирайте или по колодам или по номерам или интуитивно трех секунд достаточно чтобы выбрать если нет можете остановить видео и продолжить продумывать какую позицию вы хотите выбрать а я начинаю начиная я с первой позиции ну и мы посмотрим сегодня основные события месяца на них я выложу три карты дела сердечные работа карьера бизнес что неожиданного может быть оно уже не будет тогда для вас неожиданности знаете как осведомлен значит вооружен что может вам не понравится что может вас расстроить ну и конечно же совет совет я сегодня возьму из колоды волшебная волшебные карты оракл колэд барон рейд я делала расклад на этой колоде так что совет мы сегодня возьмем из этой колоды так что сосредоточьтесь те кто выбрал первую позицию улыбнитесь сосредоточки на себе сосредоточьтесь на себе любимых когда хочу хочу быстро говорить я глотаю окончание ну что посмотрим основные события дела сердечные работа карьера бизнес работа карьера бизнес что может удивить что может расстроить ну и совет совет я выложу из колоды волшебные карты в конце ну вот основные события месяца месяц будет очень очень давайте так месяц будет очень непростой все события которые будут происходить они будут происходить очень быстро и очень резко вам вам будет иногда казаться в это в этот месяц что вы как будто бы попали вот в панцирь что вас вот что-то держит что вы не можете выплеснуть из себя вот именно эмоционально из того что я вижу эмоционально из того что я вижу эмоционально все будет идти настолько быстро и настолько много будет именно рабочей обстановки я кстати здесь вижу в основном работу что вам будет казаться в этот месяц что вы настолько зажатые в панцире работы что у вас вы не можете даже знаете как повернуть налево повернуть направо знаете как шаг влево шаг вправо расстрел вот так вот такое я вижу здесь состояние в следующем месяце потому что будет очень много встреч каких-то которые будут связаны именно с документами именно с с оформлением чего-то и вас это очень будет мучить потому что для вас вот я насколько я понимаю что для некоторых из вас все вот эти действия все вот эти подписания все вот это вся возня простите я не знаю как иначе сказать вам и этого не хочется делать вы в принципе вот в следующем месяце вот месяц который грядет вы захотите именно покоя которого у вас вот именно из того что я вижу не будет никак происходить вот это вот основная тенденция месяца ну а вот в делах сердечных мои дорогие вы сами тоже себя закрыли вы себя закрыли вы не можете вот наверное все таки тенденция вот это то что я вижу да я больше вижу в рабочей сфере но видя что происходит в вашей личной жизни я могу сказать что вы настолько заблокировали себя вы боитесь вы чего-то боитесь вы боитесь новых отношений или у вас есть прошлый опыт который вас вас расстроил но что-то вот что вот что мне приходит на ум сейчас чтобы вам это объяснить это предательство кто-то кто-то не кто-то расстроил вас тем что вы не ожидали от кого-то то что произошло и это вас настолько расстроило что вы закрыли себя и вы себя связали по рукам и ногам не видя что это был всего лишь опыт и освободившись от этого всего вы вам станет легче прежде всего прежде всего вы вернете свою драгоценную энергию не говоря уже о том что ваша жизнь будет становиться все более счастливой если вы отпустите вот это все особо это вот в личных отношениях хотя вот в работе карьере и бизнесе я вам хочу сказать что у у вас идет очень продуктивный месяц да будет много конкурентной борьбы борьбы или борьбы за то чтобы за место под солнцем вот как я могу то что я это вижу исходя из того как быстро будут происходить события в следующем месяце у вас получится что да вам надо будет достигать а достигать вам надо будет именно вашим трудом но то что вы вложите вот чем больше вы вложите в это тем больше будет отдача вот и я вам хочу сказать что удивит вас в следующем месяце удивляться вы будете тому сколько у вас откроется новых перспектив новых возможностей вы почему то да я вижу вообще то почему потому что человек вы закомплексованный довольно тот кто те кто загадали первую позицию и вы будете удивлены насколько будет продуктивно то что вы будете делать и будете удивлены тому сколько же возможностей вам откроется в этот месяц я думаю вы знаете вот я смотрю это все я же знаю что я сейчас дам свои советы и мне кажется что некоторые из вас хотя бы некоторые из вас последует моим советам и я вам хочу сказать что уже концу следующего месяца вы почувствуете такое облегчение я вам хочу сказать найдите время и начните заниматься собой практики да практики да я это называю практиками я специально их сделала в виде речитатива как я говорю для того чтобы вы могли слушать их в любое время дня и ночи и для того чтобы вам не надо было вслушиваться именно в слова вот для первой позиции могу вам посоветовать вот прямо с самой первой практики и вот по очереди идите еще очень хорошо в вашей ситуации практика хапанапоно она у меня есть посмотрите это я уже забыла как называется это видео это именно для гармонизации ситуации да практика длинноватая но вы знаете овчинка выделки стоит в этой ситуации и действительно я вижу что вы будете настолько удивлены как вы раскроетесь как что вы увидите жизнь с другой стороны что вы увидите что есть перспективы что вы увидите что столько всего прекрасного в этой жизни вот и знаете вот расстроить вас может то что к концу следующего месяца вы не все таки не совсем достигнете эмоционального спокойствия у вас будет столько эмоциональных всплесков в этот месяц и в принципе как бы вы подустанете под конец месяца и расстроит вас то что вы все таки не сможете достичь к концу месяца этого эмоционального спокойствия вы не это же дворец кубков дворец кубков это дворец эмоций дворец но в данной ситуации это может быть дворец семьи это может быть дом но именно исходя из того что я читаю здесь получается что вы будете немножечко расстроены тем что вот вы не достигнете вашего эмоционального спокойствия и гармонии но я вам хочу сказать что если вы действительно последуете моему совету то вы можете достичь можете достичь вот этой вот эмоциональной именно гармонии потому что во всех остальных сферах все будет хорошо я тут кстати не говорила о здоровье но если говорить о тенденциях месяца если вы здоровы то я вам хочу сказать что вам просто надо немножко подуспокоиться немножко следить за своей нервной системой для того чтобы не не было сильной нагрузки на нее вот а если есть какие-то заболевания то да это нужны будут быстрые действия и э такое ощущение что вам действительно надо бы посетить доктор вот Вот это то, что вижу я. И при любом раскладе, даже если что-то вас беспокоит, вот именно в течение этого месяца все будет идти, выздоровление придет. Да, может быть, к концу месяца оно не будет стопроцентным еще, но оно придет, и ваше самочувствие будет с каждым днем лучше, лучше и лучше. Только действительно смотрите за собой. И что еще могу сказать по первой позиции? Если вы переживаете из-за чего-то, что произошло в прошлом, а тут я это вижу, ситуаций много, может быть, это еще одна ситуация, которую я вижу, прошлое оставьте в прошлом. Живите настоящим и смотрите вперед в будущее, которое прекрасно. Ну вот такой интересный, насыщенный и продуктивный довольно месяц впереди у первой позиции. Главное, знаете, главное в этой позиции смотреть немножечко глубже, чем обстоятельства. Вот подняться надо обстоятельствами, что бы я еще сказала. Потому что обстоятельства это то, что мы привлекли сегодня своими мыслями вчера, своими мыслями, своим отношением. И если сегодня мы сможем изменить свои мысли и свое отношение, то завтра мы получим то, о чем мы думаем сегодня. Поэтому вот это мой вам совет. Конечно, вы свободные личности. Выбор, конечно, ваш. Я только вещаю то, что я вижу. Ну и посмотрим, что нам посоветуют волшебные карты. Коммитмент, соглашение. Ну что, я бы сказала, что заключите соглашение с вашим внутренним миром на спокойствие, на гармонию и на счастье. И тогда все события, которые должны были бы быть не очень приятными, я же говорю вооружен, осведомлен, значит вооружен. Вы знаете, как себя вести сейчас для того, чтобы сгладить все острые углы. Поэтому заключите договор с вашей душой. И все будет прекрасно. Вот такая интересная первая позиция на ближайший месяц. Благодарю Тароснов. Можете перейти в конец видео. Там, как всегда, будут карты на исполнение желаний. А я перехожу ко второй позиции и второй аркан. Посмотрим для всех тех, кто загадал вторую позицию. Что новый месяц приготовил для вас? Повторяюсь я очень часто в своих раскладах, что первое, это общий расклад. Его точность зависит только от вашей интуиции. И второе, расклад, это только один из вариантов развития событий. И видео уже по первой позиции, это именно совет, что надо сделать для того, чтобы ваша жизнь была легче. Ну, посмотрим. Основные события месяца. Дела сердечные. Работа, карьера, бизнес. Неожиданность. Неожиданность. Неожиданность, так неожиданность. И что может вас расстроить? Или не совсем понравится? Интересная позиция. Ну, вот, вторая позиция. Интересный у вас следующий месяц будет. Такой он будет. Будете, знаете, что я вижу? Вот первое, что я вижу, вы сами будете себе ставить палки в колеса. Почему-то. У вас идут изменения из того, что я вижу, что личные отношения, работа, карьера, бизнес. Изменения идут в лучшую сторону. Но вы почему-то боитесь этих изменений. Вы боитесь шагнуть в эту неизвестность. У меня такое чувство, что вы понимаете, что изменения нужны. Вы понимаете, что это вам необходимо. Но вы почему-то от них прячетесь, от них закрываетесь тем самым. И вы их боитесь. И для вас как бы получается, что вы еще нагнетаете себя этим. Вместо того, чтобы действительно открыться, взглянуть правде в глаза. Вот такое ощущение у меня, что вы не хотите взглянуть правде в глаза, что все изменения, которые идут к вам, они нужны именно вам. Это не обстоятельства, от которых как бы вы, от вас ничего не зависит. Нет. Все, что с вами происходит на сегодняшний день, и все те изменения, которые идут к вам, они нужны именно вам. Они откроют вам завесу. Они вот вам откроют... Вы знаете, вот у меня сейчас я вижу занавес, который открывается. И вот вы видите вот эту вот прекрасную картину того, что может произойти. Но это я имею в виду, если вы действительно откроете, отпустите себя. У вас идет какое-то самокопание, какой-то страх, который вам мешает взглянуть на мир по-другому, взглянуть на ситуации по-другому. И это действительно, здесь это действительно никакие внешние обстоятельства. Это именно ваш внутренний мир, в котором находитесь вы. Это что-то вроде самокопания и само... Вот еще могу это назвать. Вот то, что я вижу сейчас. Я очень интересно вижу информацию. Вот знаете, как вот лошади скачут и скачут навстречу свету. А вы их вот за вожжи тянете и не пускаете их идти к этому свету. Потому что и в личной жизни, в личной жизни все прекрасно будет идти в этом месяце. Да, могут быть изменения, но изменения в лучшую сторону. Это может быть соединение. Это может быть у некоторых даже бракосочетание, которого почему-то вы боитесь. Вы этого хотите. Вы к этому шли. Вы... Это была ваша цель, но вы почему-то вдруг, вот в какой-то момент, что-то вас резануло по вам, образно говоря. И вы боитесь этого. Хотя тут все прекрасно. Вам просто вот отпустите себя. Тут переход отношений на новый уровень. Более продуктивный. Более... Как это? Я у меня... Слово не могу подобрать. Вот если вы встречаетесь, то возможно совместное проживание. Возможно предложение руки и сердца. Вот. Возможен переезд к мужчине. Или тут еще может быть тоже переезд мужчины к вам. Это в принципе уже ваше обоюдное решение. Но вы почему-то этого боитесь. Хотя я не вижу никаких предпосылок к этому. В работе, в карьере, в бизнесе тоже все прекрасно. Вы будете получать удовольствие и от работы, и от вашего коллектива, и от вашей зарплаты. Если вы в бизнесе, точно так же. Только не мешайте сами себе. Не вгоняйте сами себе. Не стройте себе. Вот тут я еще могу сказать. Строить иллюзии. Но вы знаете, когда иллюзии положительные, их надо строить. Это я называю предвкушать. Когда вы смотрите вперед и достигаете чего-то хорошего. В этой ситуации получается, что все это хорошее вот так вот идет к вам. А вы почему-то вот от него закрываетесь и не впускаете это в себе. И ищите себе какие-то иллюзии негативные. Хотя этого всего нет. Это все только в вашей голове. Мои дорогие, вот честно скажу, я же говорю, я позитивное мышление, это такая сила. Освобождайтесь от этого. Перепрограммируйте свой мозг. Для того, чтобы вот именно вот то, что идет в тенденции. Тенденция это то, что у вас в голове. А вот для того, чтобы произошло то, что я вижу дальше. Освобождайтесь. Просто смотрите на ситуацию с положительной стороны. В любой ситуации можно найти позитивное. Абсолютно. Вы знаете, на сегодняшний день, честно вам скажу, вот абсолютно в любой ситуации. Я же не буду рассказывать много историй, не буду ваше время забирать этим. Но я уже знаю столько историй, в которых даже в самой неблагоприятной ситуации можно найти позитив. А у вас тут я и не вижу негатива. Все прекрасно, все хорошо. И да, и неожиданностью для вас вот такое ощущение, вы будете вот заниматься этим самокопанием в этих иллюзиях, иллюзиях, иллюзиях. И когда начнут происходить вот эти события, которые хорошие, положительные, позитивные, вы такое ощущение, что это будет для вас неожиданностью. Что вы будете как бы их переваривать опять. И из того, что я вижу в конце, самое интересное, вы почему-то будете не удовлетворены результатом, но результат будет прекрасный. Вы знаете, я все-таки выложу еще карту. Мне непонятно, почему вы будете недовольны результатом. А результат же прекрасный. Сейчас я все-таки еще выложу карты, чтобы увидеть. Потому что немножко не совсем я вижу ситуацию. Да, вы действительно себя... Да, мои дорогие, это все еще раз я убеждаюсь, что все это в вашей голове. Вы сами себе строите козни. Избавившись от этого, все в ваших руках. И к концу месяца, и в следующем месяце, все, что вы бы не запланировали в любой из сфер вашей жизни, вы ко всему этому можете прийти с самыми лучшими результатами. Так что освобождайтесь, мои дорогие. Принимайте перемены. Те перемены, которые идут к вам, они хорошие, они позитивные. Они ведут вас к прекрасному будущему. Держите только вы себя. Вот, коротенько обо всем для второй позиции в следующем месяце. Очень интересная позиция. Вы знаете, я часто вижу, я делаю расклады, что личные, что общие расклады. Часто я вижу, что люди сами себе закрывают дороги. И именно своим мышлением. И я понимаю, что я не зря открыла канал. Я имею ввиду канал на ютубе. Потому что я сама была такая. Почему я вам это все рассказываю? Почему я даю вам советы? Я вам эти советы даю из своего опыта. Из того, что происходило со мной раньше. Из того, я была точно такая же. Всегда сама себе. Я же понимаю, я же анализировала все, когда начала работу над собой. Да, и я вот каждую позицию открываю. И каждый расклад, когда я делаю, я настолько чувствую, как вы закрыты. И как многие из вас именно отталкивают от себя позитивное. А мне так хочется, чтобы у вас шел только позитив. Ну и посмотрим, что волшебные карты нам скажут. Ну что, хорошая карта. И она говорит о том, что вы сохраняли себя и сохраняли свое внутреннее, сохраняли свой внутренний мир в мире. Интересно очень дает советы эта колода. Но совет действительно для вас. Потому что вы, вам все доступно, вы все можете, вам только надо действительно взглянуть на ситуацию по-другому и открыться. Притом открыться для всего. Так как все, для чего вы откроетесь, будет прекрасно. Вот такая вторая позиция, интересная, на следующий месяц. Совет Тару Аркану мы получили. Я благодарю Тару Аркану. Ну и третья позиция. Что же приготовил? Приготовил месяц для третьей позиции. Очень хотелось бы, чтобы... Что-то очень хорошее. Ну как и по всем позициям. Первые две позиции тоже не могу сказать, что плохие. Просто, знаете, карты советуют, особенно по второй позиции, работу над собой. Именно работу над тем, чтобы улучшить ваше внутреннее состояние и позволить себе принять все самое лучшее, что есть вот именно в перспективе у вас. Ну что? Третья позиция. Улыбнитесь. Сосредоточьтесь. Сейчас мы посмотрим, что же приготовил вам месяц по третьей позиции. Ну что, поехали? Основные тенденции месяца. Я вижу, вы знаете, что по всем трем позициям... Хм, интересно. Получается, что да, эта эра водолея, она действительно... Очень много... Опять тоже... Многие из вас не могут совладать со скоростью эры водолея. Я это вижу уже, вот вторая и третья позиция. Ну, посмотрим. Дела сердечные. Личная жизнь. Прекрасно. Работа, карьера, бизнес. Что может удивить? Что может расстроить? Интересно. Ну вот наша третья позиция. Я вам честно скажу, я тоже хочу тут выложить еще карты. Не понимаю, почему вы будете расстроены. Почему же вы будете расстроены таким хорошим результатом? Может быть, это будет не то, чего вы хотели бы. Может, вы не тот выбор сделаете. Ну, а сейчас я посмотрю. И я вам точно скажу. Ага. Все. Все. Все, я все поняла. Я все поняла. Да, вы... Вы не совсем к концу месяца следующего, вы не совсем как бы достигнете того, что вы хотите. Потому что недостаточно усилий приложите. Вам еще для того, чтобы именно достичь этого, надо... Вот видите, я с конца начинаю. Но это то, что я вижу. Я уже... Я еще раз буду потом повторяться. Ладно. Давайте сначала. Общие тенденции месяца у вас. У вас месяц будет полон работы и тайн. Вы будете пытаться... Вы будете ждать какой-то информации, которая не будет приходить так быстро, как вы бы хотели. Вы будете пытаться все это форсировать. Но из-за того, что вы будете это форсировать, Та информация, которую вы ждете, вот это вот у кого-то из вас, это что-то основное. Вот именно это я вижу, что вы будете чего-то ждать и будете пытаться что-то форсировать. Но именно форсируя это, вы будете все больше это отдалять от себя. И оно все никак не будет вам открываться. Что вас будет как бы несказанно злить. А вы вместо того, чтобы отпустить ситуацию и дать именно ситуации развиться, Именно вот получить этот ответ, вы будете нервничать. И вот этими нервами, вот этим давлением вы будете все больше... Вы будете больше это отдалять от себя. Именно получение какой-то важной для вас информации. А так ваш весь месяц будет в праздновании и выборе. Вот что могу сказать. О личных отношениях, значит, у вас будет какой-то праздник, Какое-то сборище, я могу сказать. Вы будете что-то праздновать. Вот может быть чей-то день рождения именно из ваших родных, Вашей второй половинки, ваш день рождения. Или вы где-то будете собираться. И в принципе у вас в отношениях будет царить хорошая, нормальная, Дружественная обстановка. Вот как я могу это сказать. Никаких туч я не вижу здесь. Здесь я вижу, что все классно, все прекрасно, Все в празднестве проходит. Работа, карьера, бизнес. Вот я думаю, что вот эта вот основная тенденция, Что вы будете ждать, вы будете форсировать. Это из-за того, что вы сделали или сделаете какой-то выбор. У вас будет стоять перед вами выбор. Вы сделаете выбор и вы будете переживать, Что и выбор, как я могу это сказать. Сейчас, секундочку. Я хочу сгруппировать информацию, которую я вижу. Вы сделаете свой выбор в работе, в карьере, в бизнесе. Такое ощущение, что если не вслепую, То не обладая достаточным количеством информации По этому поводу. По поводу работы, по поводу бизнеса. Вот, по поводу карьеры. И вот, потому что я же это сейчас говорю именно в этой сфере. И поэтому, так как у вас не будет достаточной информации, Вы будете форсировать события для того, Чтобы получить эту информацию, И как можно скорее прийти к какому-то общему знаменателю. И, конечно, вас удивит, что то, на что вы рассчитывали, Оно не придет вот в таком виде, в котором вы этого ожидали. Вот, что я могу здесь посоветовать вам сразу, Чтобы избегать вот этих ситуаций, Избегать того, что вот вас это удивит, Потому что ожидать вы будете одно, А получите вы что-то не совсем то, Чего вы ожидаете. Для этого мы и делаем расклады, Для того, чтобы мы могли посмотреть, Что может произойти, И как обойти подводные камни. Так вот, здесь что могу вам посоветовать, Что прежде чем вы будете делать выбор, И здесь я вижу этот выбор, В основном в работе, карьере и бизнесе, Прежде чем вы будете делать выбор, Вы соберите всю-всю информацию, Что возможно. Потратьте усилия не на то, Чтобы форсировать события, А потратьте их, Ведь можно же это все потратить на то, Чтобы собрать информацию, И прежде чем сделать свой выбор, Открыть все подводные камни, И увидеть на поверхности, Что происходит. Вот в вашей ситуации, Это действительно и надо, Вам действительно это нужно. Вам нужно искать информацию, Для того, чтобы вас не расстроило то, Что вы не достигли, Того, что вы хотели, Того, что вы запланировали себе, Того, что вы загадали, Какое-то, какое-то ваше стремление. И тут я вижу, Что для того, чтобы сделать правильный выбор, И для того, чтобы все сработало так, Как хотите вы, И вы получили то, Что вы хотите, И не было никаких разочарований, Вам нужна информация, А может быть даже, Вам нужно учиться, Вам нужна учеба, Вам нужна, Да, Поиск информации, А поиск информации, Это учеба и приложение усилий, Вы должны приложить усилия, Для того, Для того, К тому, Чтобы изучить, Выучить, Найти эту информацию, И тогда все, Весь ваш месяц пройдет, Во-первых, Он пройдет более спокойно, Вот как только, Ведь вы же понимаете, Что вы все разные, У каждого из вас будет своя ситуация, У каждого из вас, Это будет касаться чего-то своего, Но только путем учебы, И путем раскрытия этой информации, Вы сможете сделать правильный выбор, Который приведет вас, Именно к тому, Чего вы хотите, Не спешите, Вот еще, Что могу сказать вам, Не спешите, По третьей позиции, И включите, Ну я скажу интеллект, А то у меня почему-то у меня идет, Включите мозги, Вот простите, Нельзя так говорить, Вы уж простите, Так выскочила у меня, Но вот именно включите, Ваше интеллектуальное мышление, И не давите, А именно ищите, И открывайте информацию, Вот у меня сейчас такой, Вот знаете, Вот это открыть книгу, И прочитать, И вы всего, Что вы хотите, Достигнете, Потому что человек, Вы, ну целеустремленный, Тот, кто загадал третью позицию, Вы очень целеустремленный человек, Но вы очень торопитесь, Вот я вам хочу сказать, Да, я сама такая, Хочу все сразу вчера, Но уже на сегодняшний день, Понимаю, Я очень понимаю, Что надо, Иногда, Вот именно в вашей ситуации, Надо иногда вот эти вожжи, Натянуть, Чтоб не лететь вперед, Как сумасшедший, Вот если во второй позиции, Я говорила, Что вожжи надо отпустить, То в вашей ситуации, Я говорю, Что вам их надо, Немножко натянуть, И действительно, Сделать правильный выбор, Обладая полной информацией, По вопросу, По делу, Не важно, В какой сфере жизни, Это будет, Но я вижу больше, Работа, карьера, И бизнес здесь, Вот такая интересная, Третья позиция, Сейчас я посмотрю, Совет, Оракула, Нравится мне, Кстати, Первый раз, Если вы заметили, Использую именно такой, Оракул, Для советов, Очень мне он, Нравится, Нравятся советы, Которые он дает, Как всегда, Мне тяжело его мешать, Но ничего, Вы знаете, Может пальцы удлиняться, Мешая все время, Большие карты, Это я смеюсь, Разряжаю обстановку, Ну что, Посмотрим, Что нам посоветуют, Ну, Прекрасный совет, Магический поток, Называется карта, Которая говорит о том, Что вы действительно, Вняв советом, И правильно подойдя к ситуации, Вы действительно попадете в поток, Который приведет вас, Вот к тому результату месяца, Который вы хотите, У каждого это что-то свое, Я аж понимаю, Что вас очень много, И каждого свои задачи, Которые он решает, У каждого свои намерения, Свои стремления, Так вот, Если вы действительно, Будете владеть вопросом, Владеть всей информацией, То вы попадете, В магический поток, Который приведет вас, К очень прекрасному времени, К светлому, Очень к светлому месяцу, Вот как могу сказать, Чего я вам, Кстати, И желаю, У меня английский лезет, Ну вот, Поблагодарим, Второго волшебника, Тоже прекрасно, Прекрасно осветили нам, Ближайший месяц, Что еще могу сказать, Прежде чем я выложу, Карты на исполнение желаний, Могу сказать, Только то, Что все в ваших руках, По-любому, Расклады мы делаем, Для того, Чтобы немножечко осветить ситуацию, Одну из, Это же, Ведь смотрите, Вселенная настолько изобильна, Есть столько вариантов развития событий, Я все время вспоминаю, Я прочитала же Зеланда, Транссорфинг реальности, Я и прочитала его разные книги, Все практически его книги, И вот, Он в каждой своей книге говорит, Что в пространстве вариантов, Тысячи вариантов развития, Одной и той же ситуации, Получаем мы то, Что мы выбираем, И опять же, Я уже убедилась в этом, И еще могу сказать, Мои дорогие, Вы знаете, Я что же, Я все равно каждый день работаю над собой, Вот, И практики, Которые я вам представляю, Я же их, Я же у меня подобный кролик, Все практики, Я использую на себе, Прежде чем я даю их вам, Для того, Чтобы понимать, Что они действительно работают, Так что, Учусь я вместе с вами, Ну что, Выбирайте позицию, Планируйте ваши желания, Желаний много не бывает, Я всегда говорю, И посмотрим, Что нам скажут, Карты, По поводу, Вашего желания, Даю я вам свою положительную энергию, Ну что, Мои дорогие, Запланировали? Смотрим, Первая позиция, Не волнуйся, Не волнуйтесь, Ваше желание Исполнится Самым лучшим образом, Вы все это получите, Видите как, Вот таким, Как виноградная гроздь, Но это баллоны, Но имеется ввиду, Что все вы получите, Только не волнуйтесь, И знайте, Что все в пути, Только предвкушайте, Вот эта карта, Еще можно иначе ее озвучить, Предвкушайте, И все произойдет, Самым наилучшим для вас образом, Вторая карта, Все в ваших руках, It's up to you, Вперед, И только вперед, Все зависит от вас, Если вы действительно хотите, То, Что вы запланировали, Если вы действительно, К этому стремитесь, Значит, Вы можете, Все, Всего этого достичь, Ну и третья карта, Так, Сама сделала, И некоторые карты, Не могу прочитать, Просто очень люблю, Золотую краску, А тут золотая, Не очень видна, Гармония, Карта действительно, Выглядит как гармония, Хармония, Имеется в виду, Что для того, Чтобы ваше желание, Испомнилось, Сгармония, Сгармонизируйте вашу душу, Сгармонизируйте все, Что у вас внутри, И, Когда я вот, Говорю слово гармонии, Я всегда еще хочу сказать, Что, Медом, Вот, Таким отношением, Сладким отношением, Вот у меня именно, Идет это, Как мед, Можно достичь большего, Чем острым перцем, Вот, Тут я, Могу, Именно, Для этой ситуации, Для третьей позиции, Сказать, Что, Спокойствие, Гармония, Улыбка, Вот, Когда есть гармония в душе, Тогда и, Очень легко, Всего достичь, Вот, Такие, Три, Прекрасные, Карты, На исполнение, Желаний, И, Довольно-таки, Интересный, Месяц, Ждет нас, Но, Я вам хочу сказать, Что, Сегодня, Действительно, Все, Движется, Намного быстрее, А, Так, Как мы еще, Люди, Нетерпеливые, Мы еще, Это и, Подгоняем, Вот, Хотя, Лучше, Всего, Предвкушать, И, Дать, Вселенной, Принести, В, Нашу, Жизнь, Все, Самое, Наилучшее, Ну, На этом, Я, Заканчиваю, На сегодня, Подписывайтесь, На мой канал, Нажимайте, Пальчик, Вверх, Для обмена, Энергии, Для того, Чтобы, Все, Мои, Советы, И, Карты, На исполнение, Желаний, Получили, Обмен, Энергии, Это, Ваш, Вклад, Нажимайте, Колокольчик, Чтобы, Не пропустить, Моих, Раскладов, Практик, И, Моего, Общения, С, Вами, Пишите, Под этим, Видео, Пожелания, Другим, Людям, Всего, Того, Что, Вы, Сами, Себе, Желаете, По закону, Бумерангов, Оно, Точно, Вам, Вернется, Я желаю, Вам, Всего, Самого, Самого, Наилучшего, Я, Очень, Люблю, Вас, Очень, Уважаю, И, Ценю, Вас, С, Вами, Была, Женя, Увидимся, Очень, Очень, Скоро, Пока, Пока,